Всем привет, друзья! Сегодня готовим блины, блинчики с беконом и панкейки. Это очень любимые всей семьей завтраки, тем более, что делаются, они достаточно просто исправятся, даже дети. Сегодня мы вам с Матвеем, с моим сыночком докажем. Я напоминаю, что все ингредиенты будут в описании под видео. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы этого почему-то еще не сделали. Начнем с блинов, из которых сделаем блинный пирог. Еще у нас останется тесто, поэтому нафаршируем любимой начинкой моих детей. В миску разбиваю 6 яиц, добавляю сахар, щепотку соли, перемешиваю. Добавляю небольшое количество молока, у меня оно теплое, всегда подогреваю. И теперь всыпаю муку. Замешиваем тесто. После добавляю остаток молока и растительное масло. Оставляю тесто постоять при комнатной температуре на 15 минут. Готовить я буду на многофункциональной блиннице Pullman. В комплекте съемная двухсторонняя панель с керамическим покрытием. Есть понятный индикатор нагрева, который подскажет о готовности к работе. Кстати, готовится все очень быстро, жарит блинница очень хорошо. Самый большой плюс для меня, это то, что она электрическая и ей могут пользоваться дети. Дома у меня газовая плита и готовить на ней они могут только в присутствии меня. А блинницу Pullman сын достает и готовит сам оладушки, жарит идеально ровную яичницу или сосиски. Второй большой плюс размер блина целых 37 сантиметров. Блинчики получаются большими и очень красивыми. Их удобно фаршировать разными начинками. В наборе идет кисточка, лопатка и шпатель для разравнивания блинов. Благодаря им блины получаются большими и тонкими. Мы очень любим по выходным делать блинчики, оладушки, а теперь это становится еще проще и быстрее. И дети могут участвовать. Блинницу, как у меня, можно купить, пройдя по ссылке в описании. Блинница хорошо разогрета. Выливаю тесто в центр и разравниваю шпатель. Ждем, пока подрумянится и переворачиваю. Затем каждый блинчик сворачиваю и разрезаю на части, раскладываю по форме. Совет. Форму лучше взять большую, чтобы блинчики были в один слой. Так они будут сочнее и вкуснее. Для заливки смешиваю 2 яйца, 50 грамм сахара. Я положила ложку кокосового молока. Оно у меня очень густое, из банки, но можно заменить на ложку сметаны. Кокосовое молоко по желанию. Добавляю 200 грамм сметаны. Все перемешиваю и заливаем наши блинчики. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20. Еще нафарширую блинчики. У меня осталось тесто. Для этого тесто выливаю, разравниваю шпателем, переворачиваю. И на серединку положила банан, сверху шоколад. Можно полить шоколадной пастой. Сворачиваю в квадратик и обжариваю. Мои детки очень любят такой вариант. Для себя я так делаю с сыром. То есть в центр просто положила сыр и также квадратиком свернула. Получается очень вкусно. Всем привет, на связи Матвей. Мы с вами будем готовить панкейки. К белкам добавляем соль. Начинаем взбивать до белой пышной пены. К желудкам добавляем сахар и перемешиваем. Еще миксером воспользуемся. Добавляем растопленное сливочное масло. Добавляем молоко. Ой, разливалось немножко. Но не страшно. Переливаем в чашу побольше. Добавляем муку и разрыхлитель. И хорошо перемешиваем. Получилось гладкое тесто. Берем блинницу. Тут много ячаек. И включаем блинницу в розетку. И нагреваем. Немножко помажу кисточкой. Она в масле. Теперь выливаю ложку теста. Даем появиться пузырькам на поверхности. И переворачиваем. Вот такая стопка панкейков получилась. Поливаю медом и посыпаю посыпками. Крутые панкейки готовы. Приятного аппетита. С вами был Матвей. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Все. До свидания. Ну и третий вариант. Мы его тоже очень любим. К теплому молоку. Добавляю сахар и соль. Два яйца. И хорошо перемешиваю. Добавляю растопленное сливочное масло комнатной температуры. И муку. Замешиваю тесто. Оно достаточно густое. Теперь изюминка этих блинчиков. В центр ячейки положила бекон. Даю немного зажариться. И сверху выливаю тесто. Жарю с двух сторон. Благодаря тому, что блинница имеет вот такие формы, оладушки получаются очень красивые, прям ровные. И вот такая стопочка. Очень легко и быстро у нас получилось. Очень вкусно. Я напоминаю, что все ингредиенты есть в описании под видео. Там же будут ссылочки на другие мои социальные сети, и на другие мои не менее вкусные видео. Встречаемся с вами в комментариях и в следующих видео. На этом у меня сегодня все. Ваша Саша. Пока-пока. Пока-пока.